Стресс-шоу Геннадия Балашова. Философия грошей. У вас есть цифры и параметры успешного Киева и успешной страны? Я думаю, что ни один кандидат президента не просчитывал цифры успешной страны. Для меня параметром есть членство Европейского союза. Хорошо, как один триллион ВВП долларов. Это было бы хорошо для страны? На все бы хватило? Первое, с чего нужно начинать, это сокращать уровень налоговых ставок. То есть, если мы убираем все препоны, то очень многого не надо будет в стране. Вот я до конца знаю предмет, я четко формулирую две цифры. Чем проще на самом деле действительно налоговая система, чем она понятнее, тем успешнее и эффективнее государство. Как вы думаете, это понятно? Первое, я скажу, да, понятно. Я считаю, что налог с продаж, он более здоровый, чем НДС. Вот это богатая страна, стремиться мы должны к богатым. 30% государственной собственности достаточно, чтобы прокормить всех пенсионеров. Вот уже начинается, собственно говоря, ответ. Государственная собственность может функционировать ради пенсионного фонда. Государственная собственность, которая эффективно управляется, может функционировать. Если она неэффективно управляется, то она ничего не будет. Нет, которая сдана в аренду или продана. Снижение до какого уровня? Ну, до того, чтобы налоги должны минимизированы до такой степени, чтобы эти налоги в Киеве могли обеспечить только выполнение таких общих государственных функций. Там оборону и так дальше. 5% как вы думаете, хватит? Это насчитать, я не готов сказать. Вы же экономист, вы возглавляли госком имущество. Не готов сказать, да. А вот я у вас справочную информацию могу взять. Все-таки вы занимались госком имущество. Сколько сейчас в собственности государства находится имущество? Вот в процентах вот. Я такой статистик не видел. То есть не было. И когда вот вы возглавляли госком имущество, не было такой статистики? Не пытались установить? Сколько у государства майна осталось в процентах? Ну, разные параметры, ну, разные годы. Ну, по крайней мере, от 100 мы шли на уменьшение, вы знаете. Все время на уменьшение. Все это было 100%, но шло на уменьшение. Презираю людей, которые стремятся к роскоши. Это для меня однозначно. Если вы сейчас вот на радио прозрели и вдруг увидели, ничего себе, я и моя семья платят больше 50% налогов, покупая любой товар, да это надо прекратить или нет? Мы пытаемся вносить такие изменения в Верховную Раду, но, к сожалению, большинство не поддерживается. А господину Чечетову вопрос. Не пора ли вам господин Чечетову пойти уже на пенсию? Национальная мае становиться эгоистичною. Я хочу звольнити від обтяжливых податків усе суспільство. Я не вижу, например, у правительства или у кого-либо из высшего руководства вообще поползновений к тому, чтобы что-то делать. Ну, я скажу следующее. Вы ставите очень глобальный вопрос, да? Я хочу сказать, что мы все граждане этой страны. У нас в стране демократия. То есть вести, например, бизнес в черную, зарабатывать себе и своим семьям, не верить этому государству, и это повлияет кардинальным образом. Это тупиковый путь. Тупиковый путь совершенно. Никак мне не удается собрать достаточное количество денег, чтобы позволить себе баллотироваться в президенты Украины. Я сейчас это перепутал. Казалось, в 99-м году. А сейчас мы просто строим партию 5-10. Если у вас свободные экономические взгляды, если вы действительно хотите поменять страну, мы с удовольствием, потому что вы прекрасный оратор. Приглашайте так раз в месяц с удовольствием. Что должно произойти в Украине, чтобы сюда поехали деньги? Я считаю, это открытость страны. Открытость страны создания равных условий, равных прав для иностранных инвесторов и для украинских. Украинские вышиванки, украинские ленты, украинская одежда, украинская песня, украинский язык станет модным в мире когда-нибудь. А вы связываете как-то, верите в то, что гражданин Украины в течение 10 лет может стать одним из самых богатых в мире? Действительно, Украина будет одним из правильных стран Европы, а возможно и мира. Вносим соответствующие законопроекты. Все-таки название партии свободы шикарное, то есть свободы. То есть дать полную свободу, никаких дозволов. Каждый, кто желал себе без ліцензии, открывает высшие учебные заклады. До речи, мы уже через это проходили, когда была большая количество высших учебных закладов, которые открывались только для того, чтобы друкать дипломы и на то зарабатывать деньги. Сейчас вообще модно среди молодежи вообще не идти учиться, даже в лицензированные вузы, потому что считается, что они уже ничему не учат и отсталое образование, в силу того, что как раз оно и построено на хабарях, потому что те же самые лицензии все равно продаются. И лицензия не защищает людей от плохого образования. В торге от той будущей Украины, которую строит свобода. У меня есть мечта безналоговой Украины, она похожа на Гонконг, Сингапур, Дубай. А я хочу услышать пример вашей страны. Без коррупции, без войны, без налогов, без частини податков. Я не знаю, что сейчас выпускает Украина. По-моему, уже ничего нету. Но, во всяком случае, я не пользуюсь ничем. В производстве сельско-господарского продукта, молоко, масло, кефиры, сыры, сыры. Наши сыры лучше швейцарских? Причем тут краще вони, чи не краще. Потому что я хочу есть самое лучшее в мире. А я ем, я украинские сыры ем. Я ем украинскую продукцию. Но они сто раз хуже, чем швейцарские. Ну, мне подобается. Нет, ну это вам, пожалуйста. Почему вы тогда мне запрещаете швейцарские по нормальной цене? Да, Боже мой. Вы же их тоже хотите защищать отечественного производства и облагать налогом. А вы сейчас в украинской сырочке? Нет, это не украинская сырочка. А костюм у вас украинский? Костюм украинский. Поздравляю. Дякую. Настоящие капиталистические страны не защищают своего товаропроизводителя. Нам еще далеко до капиталистических стран. То есть мы что будем социализм строить? Нет, нет. Мы идем. Что мы строим? Я выступаю против того, чтобы хаяти все украинское. Розумієте? Вот я против того. А может все-таки украинцам наконец надо сказать правду? Вы ни черта не делаете, ни черта не можете выпускать. Вы себя обложили налогами. И как дураки сами себя обманываете, потому что получаете зарплату в конвертах. Сами себя дурите насчет законов, защиты и всего прочего. А на самом деле довели себя до нищеты в результате этого до войны с Россией, потому что и армию продали. Может быть так мы должны сказать наконец украинцам, которые надо учить, воспитывать, говорить им о деньгах. То, чему не говорят в вузах.